всем привет меня зовут евгений я преподаватель школе звука x ssr academy совсем недавно я предложил студенту курса музыкальный саунд-дизайн попробовать себя в роли продюсера сэмпл паков я увидел заинтересованность и огромное желание творить и результаты не заставили себя долго ждать почти сразу после выхода его дебютного сэмпл пака площадка loop masters поместила его релиз в раздел бестселлеры или проще говоря в топы всех чартов мы с командой очень обрадовались этому и уже чуть позднее мы увидели что журнал future music оценил работу нашего выпускника на 9 из 10 эта приятная новость послужила триггером к записи маленького интервью с кириллом ульяненко и к и юки предлагаю послушать его мысли на тему создания сэмплов и творчества в целом кирилл еще раз привет только что с тобой общались еще раз тебя первого да как 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 жизнь двух словах если если можно нормально нормально кайф слушай ну хотелось бы обсудить впервые при камерах и софитах твой пак ну я от себя скажу что я уже конечно же его слышал да ты мне параллельно драфты кидал когда его делал я сразу я сразу на самом деле еще до того как ты начал делать пак когда мы еще учились да когда ты учился я уже сразу понимал что я предложу тебе работу по поводу создания сэмпл пака я примерно понимал уже какой он будет на самом деле ты не знаю веришь ты или нет я примерно уже понимал что он будет крутой потому что исходя из своих домашек как бы я слышал твой саунд у тебя из домашки в домашку был характерный такой свой звучок который вот ну вот он и он же присутствует в паке и мы сейчас его кстати послушаем я сразу понимал что вот этот звучок ну как его назову такой такой плотный остренький звучок вот это то что надо именно в сфере идея музыки и вот в основном не только поэтому но в том числе и поэтому тоже я пригласил тебя создавать сэмпл пак но от себя скажу что он офигенно звучит то есть помимо фьючер мюзик до который оценили 9 из 10 loop masters который почти сразу его закину в топ я тоже могу сказать от себя что офигенский звучит и вот буквально сейчас я заимил последнюю версию этого пока было много апдейтов буквального 20 минут назад да я заимил эту версию и я уверен что я буду оттуда подергивать сэмпл свои проекты это реально так потому что действительно есть как бы над чем заслушаться вот с твоего позволения я сейчас перейду в облитон и хотел бы показать ну чтобы они послушали тоже этот саунд уже вот этот здесь звук снэп вот это даст мир снэп типа раньше от ты взял или как вот как конкретно вот этот снэр сделан может может быть вспомнить ну блин я не помню как конкретно но по большей мере подобные снэры я просто делаю тем что делают типа обычный снэр я просто повышаю по тональности и начинаю стурировать и получается вот этот вот нижнечастотный пинок который ну деревянный такой панч он когда стурируется он задает дополнительные высокие частоты получается такой вот как ну в рим римшот по слайде по поводу сатурации почти моя самая любимая тема может быть скажешь какой-нибудь там топ-1 сатураторов если вдруг есть топ-1 примут самый-самый топ-1 на данный момент самый топовый сатураторов как вы стандартные сатуратора бетона круто и причем нужно отключать этот лимитирование там со в клинике его наоборот куча я по крайней мере лимон жанра это заходит потому что он когда упирается в этот ноль волна типа у баса она синусоидная она начинает становиться более квадратный и появляются эти гармоники вкусные вот но это вот когда как типа иногда заходит иногда нет но это вот на противофазу до выкидывает из-за этих гармоника по да понятно ладно давай посмотрим синтовые лупы чё тут у нас есть с этим лупом ты говоришь забавная история поведаешь или не или не на камеру да нет когда будем обсуждать пак скажу окей хорошо так не давай еще послушаем какой-то тейп долей да здесь я слышу здесь используется бесплатная в ст х и раздавали на не помню как она называется xpander x как-то так короче что-то со словом xx и бандер я тебя понял так ладно очень крутая ну вот это уже кстати похоже на cinematic и вот сейчас кстати я предложил трем студентам поделать cinematic паке они попроще чем те паки как тот по который ты делал тот формат но сейчас то в общем есть заказа на cinematic паки и вот это кстати похоже на cinematic прикольно звучит такой интересный пэдик этот был сделан по принципу роботов о которых ты рассказывал взял того робота которую это показывал под себя переделал ну помнишь я показывала мошки когда мы это это вот оттуда все все с курса кайф супер бро я кстати там ты закидывал информацию по поводу бота я помню еще давно там не помню когда год назад мы с тобой общались ты мне рассказывал свой фидбэк про робота и рассказывал свои дополнения в тексте которые ты хотел бы сделать их скопировал чтобы ты понимал и они мне в программе курса на апдейте висят так что я с помощью тебя буду облететь эти занятия да потому что ну реально там было там было на что посмотреть еще там одну фишку ты подсказал сейчас наверное запамятовал уже по поводу вокала типа нарезка вокальных чопов а я помню я показывал еще да да очень круто тоже бро на курсе музыкальный саунд дизайн мы со студентами методично разбираемся как устроены те или иные звуки изучаем синтезаторы и синтез различных элементов с нуля различные обработки и креативные способы звукоизвлечения жду всех желающих на своем авторском курсе будет очень много полезной информации а также много практики увидимся на курсе басы я хочу послушать вот это вот мне кажется будет нам сейчас вообще разнос по басам конечно же вообще разнос там даже на future music писали что типа там ну по басам я помню что там писали да еще там аниматами вообще писали типа если вы там факт от 130 bpm там или сколько-то там еще bpm то этот пак там вообще зайдет они там не стеснялись за выражениях но блин бро но на самом деле залететь на future music но это как бы респект реально тут я без красных слов как бы без пуха но это реально респект то есть мы даже обсуждали у нас в школе между преподавателями там говорили типа некоторые там меня не закидывали на future music и не пушили не говорили про меня тут типа студента как бы ну поэтому это респект любом случае но они что-то офигели на future music никакой цензуры матеряться ну в общем европа одним словом не ну басочки очень крутые мне кажется наверно барабаны и басы это доминанта вот этого пока то есть они тут реально так и есть до басы и барабаны прям очень плотные очень сильные прям особенно басы лично для меня то есть я слушаю и понимаю что офигенный уровень по басам ну прям сложно конкуренцию составить реально потому что он был знаешь spotify есть такой плейлист называется loss of такая loss of музыка так и там весь прикол на в том что берется максимально низкий жирный бас чуть-чуть сатурацию типа тупо играется но он так обработан какими-то гармониками вот такая вот знаешь сабовая мелодия получается когда вот не просто давит а когда он прям пульсирует всегда по-разному и просто очень жирные атмосферные барабаны и вот это вот и есть весь этот стиль loss of и я решил сделать на это упор и как видишь от не прогадал то есть я подумал что блин это будет гораздо интереснее чем просто пилить какой-нибудь дабстеп пак это сойдет это сойдет для dm это сойдет много то есть пак получился по жанрам не ограниченный но упор и сделал на лоу сап то есть сап жирные барабанчики грязные текстуры и все и плюс я бы еще добавил от себя что я услышал в этом паке мне очень зашло такой знаешь как бы свинг определенный то есть такой качо очень много который прям вот такой вот он не просто нет как бы не по сетке а прям такой конкретный грув от от всего это на мой взгляд тоже очень круто очень круто реализовано в плане вот я любитель вот это знаешь под подвигать снееры кики друг относительно друга именно подобрать вот этот правильный свинг правильный грув и здесь отлично это сделано тоже за это вообще отдельный респект но это это скилл мне кажется это как бы уже просто она в тебе это было вот эти моменты их надо слышать чувствовать и понимать вот где конкретно мер сеточку или немножко его отдалить ну то есть грув сделать ну кстати вот на этот грув меня очень сильно вдохновили такие вот исполнители как шедос и вела суру да кто у нас еще есть алекс перец у него много треков да у них прямо очень много треков где-то вот от ритмика есть на то понимаешь что у них просто она в кашу вся не хочу выражаться очень звали на просто просто все мимо сетки я их треки анализировал когда брал за референсы я пытался прямо один в один повторить я приближаю их дроп по сетке бпм анализатор мне выдает бпм выравниваю бпм но понимаю что у них все смещено у них все смещено мимо сетки то есть снэйры кики вот снэйр не бьет на каждую слабо снэйр либо чуть правее чуть левее короче очень крутая вот эта тема и конечно же тоже сделать на вооружение интересно если включить метроном при их треке вот когда он настолько грувный настолько свингованный если включить метроном интересно он будет попадать метроном ну как бы будет но видимо очень как-то будет сложная ему метроному давай еще парочку звуков послушаем вот это кстати звук который ты включал такое маленькое дополнение очень интересно был сделан это не синтез звука это не синтезатор а это морф форм а знаешь в реакторе есть форм да я просто закинул сэмпл и он этот сэмпл растянул и туда-сюда играл получилась мелодия то есть это не накручиваем просто растянутый сэмпл такой гранулярный синтез и вот получился такой крутой звук чисто случайно но потом еще поговорим реактор москва и кстати форум да еще очень круто звучит согласно полностью вот этот мне понравился сейчас подожди про капец он жирный слушай подожди секунду он очень круто слушай кстати а по поводу мониторинга ты это сводил где вот где-то сейчас в данный момент находишься правило от вот все в этих наушниках ведь бро звучит на самом деле круто я на двух парах мониторах чека вот на ямахах на семерках и на адамах которые 65 семерки офигенно звучит вообще баланс очень крутой скажи ты сводишь через какой-то дисоник sonor works или просто напрямую в уши знаешь я поначалу использовал реал фонс но сейчас его почти не использую только лишь иногда чтобы прочекать финальные миксы почему как бы коррекция наушников это круто но я чтобы ты понимал я продал свои мониторы у меня были ямахи с 8 их продал ну во первых потому что у меня нет ремонта мы с вами начали когда говорили больше даже дверей нету дома да можно я комментарий вставлю просто переехал сейчас в другой город и они тут строят дом и в общем тут у них все серьезно поэтому у него студия сейчас на коленке скажем так да ну грубо говоря как бы ну да продолжай да продал монитор потому что понимаю они у меня еще года два будут пылиться пока у меня появятся деньги на то чтобы сделать нормально студии пока там ремонт этот я их продал но я понял что что хороших наушников типа даже вот таких вот начального класса это аудиотехника m50x до их достаточно их достаточно можно купить еще одну пару для дополнительного контроля но на самом деле если ты знаешь как звучит звучит твоя техника ты сможешь спокойно добиваться неплохого звука конечно ультракоммерческого качества ты не добьешься это понятно это уже другой уровень совершенно но просто приемлемого приятного звука особенно для массового слушателя даже для продюсеров ты добьешься главное знать свой инструмент то есть слушать в нем музыку много музыки слушать музыку который тебе нравится анализировать вот допустим я точно знаю что если в этих наушниках я сделаю чтобы бас наваливал значит все окей с басом если бас наваливает в этих наушниках значит с басом все окей вот просто такая вот у них особенность да у них boost идет по басу и поэтому я смело бас задираю у себя когда свожу и соответственно я понимаю что значит все окей потому что потом слушаю в затычках потом слушать там на обычных колонках каких-то акустических и там все окей то есть просто потому что я знаю особенность этих наушников вот и все но я тебе скажу что можно я еще разок включу этот бас вот даже ребята кто досмотрел до этого момента можете в комментарии написать как вы считаете насколько круто звучит этот басок подожди давай сейчас его включу я вот на средней громкости слушаю мне кажется он вообще офигенно сведен тип типа весь пак звучит офигенно и мне даже немножко аж не верится знаешь типа может быть с кем-то сотрудничал и отправлял кому-то сэмпли не я как бы понимаю как ты это сделал ну просто звучит реально очень круто и короче в очередной раз тебе респект короче прости за слова паразиты ты позволишь у меня несколько вопросов есть тебе буквально шлопа куда просто хотелось бы их узнать и желательно кратко но если вдруг если это возможно вот у меня вопрос первый расскажи пожалуйста в двух словах ну плюс-минус двух словах как ты создал этот пак с чего ты начал ну помимо того что я тебе сказал кирилл запили пак вот следующие твои действия как же него ты говоришь да в двух словах не то понимаешь насколько меня задача сейчас в нем а в трех окей ну ты понял на виду там ну вкратце в общем не в супер нюансы залазить вот эти горю кирилл приглашаю тебя создать пак дальше ну ну дальше потом опять таки ты ты же мне немножко объяснил да принцип создания вот пишет там 8 10 треков фуловых тупо на саунд-дизайне и режешь их на сэмплы но в процессе я понял что все не так просто как она прозвучала в словах но по сути я так и делал просто начал писать какие-то треки пытаясь не использую сэмплы крутя все с нуля вот это для меня был первый такой experience то что типа не сэмплов ничего тупо все с нуля вот не считая экзаменационной работы на курсы да до этого ты под юзовался до этого до этого часто их использовал я сам крутил басы пэды или перекручивал пресеты но так что прям драмку крутить это все я не делаю я не заморачивался так но это вот прям первый раз когда я вот просто начинал все крутить кстати еще раз такой вопрос 1.1 так сказать версия скажи что после первого пока когда вот его запиливаешь первый пак очень сильно прокачиваются скиллы саунд-дизайна согласись до пока кирилл и после пока кирилл это разные кириллы согласись блин ну так и есть по-любому так там да 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 когда выпускаешь не просто пока большой пак как вот этот вот реально меняется мышление меняет создание меняется слух конце концов и появляется огромное количество каких-то базовых наработок от которых ты можешь отталкиваться да то есть это не происходит теперь так вот вот сначала как это происходило нужно крутить бочку окей открыл серум начинаешь крутить бочку сейчас как это происходит нужно крутить бочку окей открыл серум открыл пресет бочки чуть подкрутил получил новую бочку но слой же пресет который у тебя заготовка и вот так со всеми звуками то есть очень прокачивает это так или иначе и по креативу и по подходу к написанию музыки вообще целая философия ну да 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 согласен это уже это прям философия с высокие материи такие появляются знаешь чувствовать звук а это так и есть я на самом деле я из тех кто наоборот принимает эти материи то есть я считаю что глупо отрицать эти высокие материи ну как бы они существуют и давно уже это все доказано и грубо говоря о чем думаешь тем и становишься короче это вкратце такой автоп ладно вопрос номер два что самое сложное при создании сэмпл пака вот по твоей версии как ты считаешь тут самое сложное что-то вот одно что-то одно у меня вот есть два момента на этот вопрос первое это усидчивость потому что вот я сколько с людьми ну с другими продюсерами не говорю на тему сам дизайна очень часто слышу ну я не могу сидеть и вот часами крутить звук мне уже все мне уже не хочется для себя я понимаю что я могу это усидчивость в первую очередь потому что блин даже вот не знаю как это правильно я понимаю что ты говоришь да сосредоточенность концентрированность да тебе нужно прям очень много времени сидеть и не просто делать сэмплы а слушать эффекты то есть тупо слушать эффекты и запоминать как они работают пробовать то есть это прям требует концентрации иногда довольно сильный на второе но лично для меня это различная вот бытовуха но это знаю что отнимает во время и все вот это высасывает из тебя креативность и все в таком духе то что ты вот иногда садишься да ты просто ты крутишь синтон это понимаешь что ты бесцельно просто крутишь ручки ничего не выходит вот да понял еще кстати исходя вот из этого вопроса еще один вопрос а бывает ли у тебя в момент того когда ты сконцентрирован звуковые иллюзии ну скажем так ты понимаешь что ты уже там третий час сидишь крутишь и начинаешь задумываться адекватно ли ты в данный момент воспринимаешь звук или нет у тебя бывает такое что сидишь и думаешь блин по ходу мне пора погулять я уже неадекватно воспринимаю вот что-нибудь подобное у тебя бывает в продакшене знаешь у меня бывает не так то что я адекватно или неадекватно воспринимаю обычно такие вещи понимаешь на утро когда за материал слушаешь там сидел до вечера позднего утром слушаешь понимаешь больше она делал все переделывать у меня скорее наоборот у меня бывает что все звуки скатываются в какую-то скучную рутину вот и вот он прям ну так вот сидишь уже кликаешь этой мышкой ты понимаешь что у тебя все-все вот как каком-то трипи уже перемешивается идет и ты уже просто так засыпаешь вот у меня лично так в такие моменты понимаю что все надо встать погулять подел чего-нибудь другое все я по я устал я могу от себя сказать может быть кому-то будет интересно я нашел такой лайфхак ну я думаю многие знают те кто слушает что те кто смотрят сейчас наш подкаст давай так назовем наши интервью нашу встречу так вот многие я уверен знают что есть такой нюанс что нужно ну хотя бы раз в часик встать там выйти погулять чтобы твои уши отдохнули или что-то сделать вот и а я на самом деле сейчас нахожусь в своей студии да то есть я не дома медли то чтобы выйти погулять нужно преодолеть там минут пять для меня это как бы лень иногда вставать идти ради этого там слушай птичек я придумал для себя такую штуку я взял звонок для ресепшена и настроил настроил свои уши таким образом что как бы когда я уже устал например я там долго работаю мне нужно освежиться я просто как бы обнуляю свой слух то есть я беру свой слух к одной частоте как будто бы я отвлекаюсь как бы вот я верю в то что мне это помогает возможно это как-то называется слово самовнушение в общем возможно я не исключаю но если что ребят попробуйте может быть кому-то идет 200 рублей а эффекта на 1200 вот окей следующий вопросом она просто хотела немножко дополнить про вот это каждые 45 минут вставать я просто хотел сказать что иногда сложно потому что превращается что он сейчас чуть-чуть доделаю стану еще засиживаешься вот а потом смотришь на час 45 потом 545 блин типа надо было стать подвигаться а я а я забыл и подать четыре часа прошу ты такой да сейчас сейчас я потом бах четыре часа прошло окей next next question как борешься с прокрастинации бывает ли она у тебя такой вопрос ну это на самом деле вопрос тоже непростой она естественно бывает она по-любому бывает у всех и для меня она всегда означает следующее что я как уже говорил открыла балетон и понимаю что не знаю чем не делать и я понимаю что мне этой задачи допустим написать там бит там еще чего-то да но я понимаю что я тупо пялись в экран лет тупо такой звуки и вот из-за этого ничего не происходит вот типа для меня прокрастинация обычно это вот это или отвлекаясь потом итоге на youtube щек и пошло поехало там да или листать листать ленту в телеграме там где котиков смотришь через два часа ловишь себя на мысль отходят да это это очень болезненная штука он прям тяжело оторваться блин у короче прости перебью по поводу котиков я иногда бывает тоже серчу youtube и я заметил что если ты случайно просто случайно заценишь где-нибудь видос про котиков то потом те предложки этих котиков будут со всех щелей сыпаться и ты потом заходишь те одни котики котик на солнце его гладят котика кормят его гон короче котики очень заразно что-то с алгоритмами ютуба и котиками у них там какая-то связь какая-то там коррупционная схема видимо окей прости что перебил это к вижу как это главный код короче знаешь вот есть эти рептилоиды короче да масоны а есть коты короче которые специально к ты короче они специально нужны чтобы нас людей такие себя руководить мы их мы в чем их кормим их моим мы за ними ухаживаем не чешут кайфы бро прости перебью еще раз я недавно слышал историю она по ходу это по ходу правда что котики с эволюцией прокачали свою няшность для того чтобы люди их в себе домой брали гладили и кормили я думаю блин ну конечно так и и зачем котиком принципе зачем им няшность между друг друг другом это няшность им она не нужна они ее прокачивали тысячелетиями чтобы мы просто о какой милый котик и забираем его домой кормим и глава ночи как царь там так что чувак это конспирологический заговор я думаю он имеет место быть да так вот как же бороться с этим делом на самом деле я не откроющийся америку что это смена деятельности вот например для меня открылся замечательный мер кулинарии типа я и до этого любил готовить но это было так типа у меня мама шеф-повар не час на кухне помогал что-то из-за этого я понимал как делается ну и такой типа любил чем приготовить а сейчас для меня это в какой-то гастрономический такой опыт превратилась да то есть я заканчиваю работать там часов 5-6 вечера уже устаю и просто иду и час-два трачу на готовку имеющих кайф просто вот эти ресторанные подачи делать экспериментировать вот то есть для меня второе дело помимо музыки это кулинария плюс опять не открываем и америку это спорт это прогулки на свежем воздухе это выбраться куда-нибудь на природу это пить водичку это отдыхать тусить и наверное одно из того что заряжает сильнее всего это концерт вот если какой-то ваш исполнитель любимый проводит концерт или проходит какой-нибудь там рэйв с музыка который вы любите не обязательно чтобы там были исполнители которых вы знаете но стиль музыки который вы любите обязательно идите это очень заряжает я когда вертаури вот был москве я после его концерта вышел я конечно там вообще и же так оторвался но это было круто я там так наслаймился что у меня потом утром мышцы болели синяки были на я понимал что это такая дикая энергия или и когда то сплэннис был москве мы ну это все дабстеп да и знаешь что дабстепе вот так вот делают и мы вот это ограждение перед сценой мы его из пола вырвали и начали вот так им короче стучать но мы случайно его вырвали но потом не растерялись и по полу начали стучать под ритм и это очень заряжает то есть куда-то выбраться потусить заниматься спортом хотя бы банально пятнадцать минут растяжку сделать или там 30 отжиманий в день вот я сейчас практикую просто там 30 отжиманий в день делаю по утрам и вообще по кайфу блин недавно недавно эти шли бью 75 дней недавно бегал эти по-моему тебе рассказывал да 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 офигенный челлендж повторять его не буду но челлендж офигенный по поводу концертов и вот того что они травмоопасны мы недавно ну как недавно какое-то время назад с найсом на себе ты смотришь привет пошли на концерт продиджи они приезжали в наш город и и найс такой да пойдем ближе к сцене там тусоваться будем а я как бы знаешь там слой мы у продиджи постоянно короче мы пошли ближе к сцене и в итоге мы еле вышли оттуда не знаю как и остался жив вообще то есть я вышел мы просто выжимали шмотки там же как возле сцены слэмы все прыгают типа если ты не прыгаешь со всеми то тебя просто размазывают в топливу и тебе приходится прыгать а еще продиджи концерт он был не знаю часа два с половиной прям и ты два с половиной часа просто прыгаешь если ты останавливаешься тебя начинают толкать мы в итоге еле вышли я просто выхожу от меня просто пар идет вообще весь мокрый не знаю как и тогда выжил тогда еще кстати кейт флинн был жив rest in peace сейчас и он тогда был хорош вообще туда firestarter был отличный в общем я тебя перебил прости ты помнишь в принципе закончил своем и тогда у меня есть последний вопрос значит ты сейчас делаешь второй sample pack то есть у нас вышел флэкбас volume one на добро мюзик на лук мастерси ты сейчас делаешь второй и вот вопрос 2 sample pack дался тебе это вопрос 2 sample pack дался тебе проще чем 1 это первая часть вопроса и дальше какой бы ты совет дал себе тогда когда только начинал делать первый sample pack то есть такой двойной вопрос вот так но на первый ответ очевиден что конечно же проще рука набита скажем так заготовок куча и как я уже говорил уже не происходит так что знаешь я вот у меня куча темплейтов там наработок не происходит так что я сажу что-то крутить да и кручу это с нуля ну очень редко так знаешь когда есть настроение хочется попробовать новый подход но по большей мере база везде одинаковые это просто эту базу сделала с нее всегда отталкиваешься иногда буквально по пять процентов ручки поменял в своем за свои заготовки это новый сэмпл там не знаю или вот так вот вот шумел вот слушай а того что я пошумел можно 100 сэмплов нарезать спокойно вообще то есть да все это сейчас делается гораздо проще и вот насчет советов да я бы себе дал совет первый чистить сэмпл вот и и вот мне некоторые люди высказывали кому и супа гдал попробовать они говорят типа слушай все круто но грязно там допустим хэт лук ну зачем там этот инфронис вот типа я понимаю что хороший сэмпл это сэмпл который человек не трогать не не занимается дальше сам дизайном который человек пока он в потоке закинул и он звучит хорошо и даже если это всего лишь обрезать инфронис вот эту грязь да но это я уже заставляю человека делать лишнее действие а мог бы я самого заранее обрезать второе второе это я бы себе дал советы по фишкам по работе то есть это обрезать хвосты у облитона есть такая особенность что когда проект загруженный то есть а как делал это сейчас я по-другому но вот первый раз как я уже говорил я писал трек с нуля чисто на самом дизайне и конечно же концу проект там уже там под сто процентов cpu вот это все и облитон есть такая особенность что чем сильнее нагружен проект тем меньшую зону он может рендерить то есть допустим он не может взять маленький кусочек там какой-нибудь кика и зарядить его как ваншот ты выбираешь кик и после него еще должно быть какое-то расстояние иначе эболтон просто не стрендерит да 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 и вот я только во время второго пака открылся такую такой прикол что я рендерю какие-то шоты я хрендую с этими хвостами пофиг и сразу же в другом проекте новом в котором у меня нет ни плагинов ничего у меня только лимитер на мастере стоит я закидываю сэмплы обрезаем хвосты нормализируя их по громкости и заново пересохраняя делаю это сразу вот я бы себе еще такой дал себе делать это сразу потому что потом когда у тебя сэмплов там 300 шотов 300 лупов да вот и представишь сколько это работа чтобы все их от нормализовать вот это поэтому да я бы себе дал совет делать это сразу еще бы седал совет жень знаешь какой какой заранее спросить как правильно называть сэмплы относительно легко отделался многие там грубо говоря три пака сделали для того чтобы им выпуститься то есть ты сделал пока да у нас были правки ну как бы как без них но у тебя сразу ты залетел в топки а сразу future music там за респект ли поэтому у тебя еще все окей поверь мне брод и щеки я хотела давать 600 сэмплов переименовать 600 сэмплов же добро пожаловать в мир саунд дизайна вопрос я хотел знаешь вот может быть какой-то вот по поводу последнего вопроса какой бы ты дал себе совет возможно моральный знаешь там в настрое там не в техническом плане в техническом понятно можно много дать может быть там какой-то совет типа кирилл там будь более собранный или там кирилл расслабься наоборот какой бы я бы сказал кирилл расслабься не парься да серьезно я пока дело 1 пак я настолько сильно завысил свои ожидания тебя от этого все понимаешь у меня всегда такое стремление я не знаю это хорошо плохо мне хочется быть лучшим да я вот типа может то что мне все знаешь мало хвалили но мне прямо всегда этого не хватает мне хочется не просто упасть пока чтобы он прям счет мужик но это нормально это у многих так смысле это круто что у тебя это есть у многих этого нету но многих это есть это двигатель очень для мужчины когда у него знаешь есть жажда быть крутым первым это отлично отлично что у тебя это есть да но у меня иногда приходит такую нездоровую стадию что я своими же самокопаниями и самокритикой начинаю хранить на самом деле годный материал то есть не просто кажется что у какого-то крутого исполнителя гораздо лучше чем у меня а я вообще там какая-то какашка на ботинки и уже потом спустя там какое-то время когда я остыл я переслушиваю что я делал в этот момент прямо то что а я зря похоронил этот проект и вот я бы себе это это сейчас уже проще отношусь после этого пака появилась уверенность и иногда вообще все как по маслу идет я просто расслабленно сижу делаю кайфую вот я бы себе реально дал совет вот просто расслабиться и делать в кайф и не бояться пользоваться референсами вот насчет референсов кстати очень забавный такой момент я немножко отойду от темы но пока вспомнил некоторые треки демки на sample pack я просто их писал под копирку но во первых с целью повторить а цель повторить всегда преследует цель научиться если я повторяю за крутым чуваком я у него учусь да понимаешь да а вторая цель имеет маркетинговую точку зрения я подумал то что блин черрики которые шарят за вот этот жанр лоусап музыки если они услышат что-то знакомое будет больше шансов что они это купят они услышали то что они уже слышали у крутых чуваков если я смогу повторить крутых чуваков мелодии один в один тональность звучание то это увеличит шансы на продажу и поэтому я не стеснялся почти под копирку переписывать трека вела orange конечно под копирку у меня не получилось один в один но очень похоже и трек shadows я еще переписывал вот этот бас который ты включал это я у трека shadows брал забыл как трек называется вроде сага там у них вот тоже такой типу тун-тун-тун-тун-тун надо послушать вот и наверное тоже сработало так что я бы себе дал сейчас эти по типу я всегда просто не парься кирилл просто работа правильно согласен полностью не стоит париться в общем вам и тезис я немножко буду подытоживать кирилл также занимается гострайтингом ребята если вдруг есть надобность в гострайтинге дав написание музыки для ваших проектов можете обращаться кириллу если нужна связь с кириллом можете написать в комментарии мы вас свяжем с кириллом как бы ну либо в школе если вы учитесь или кто-то из ваших друзей учатся там тоже можно найти ну либо меня либо кирилла в общем буду подытоживать в очередной раз приятно с тобой пообщаться мы с тобой уже знакомы ну не первый год скажем так сколько мы с тобой знакомы всего вот вот момента когда ты начал учиться это пару лет наверно или сколько как думаешь два года точно и в общем я подытожу мне всегда приятно с тобой поговорить реально я считаю очень крутой парень в плане что у тебя есть искилуха ты максимально открытый с тобой интересно можно обсудить какие-то моменты мне интересно твоя точка зрения искренне вот спасибо большое что подключился сегодня рассказал ну-ка как ты создавал пак для меня для тех кто сегодня будет это смотреть или завтра не знаю когда вы смотрите сегодня или завтра по моему для вас то без разницы ну то шутка друзья все кто заинтересовался мы оставим ссылку на sample pack там есть тестовый пак вы можете взять потрогать тестовый пак либо можете при приобрести пак и использовать его своем продакшене также скоро выходит часть 2 этого пока я некоторые наработки оттуда слышал будет круто вот полностью пак пока что еще он не готов поэтому не могу сказать полностью свою реценцию дать папа ку но я уверен будет круто в общем благодарю тебя спасибо что пришел я уверен мы еще с тобой встретимся может быть под запись в любом случае без записи точно мы с тобой созвонимся как-нибудь пообщаемся может быть в двух словах дашь совет начинающим саунд дизайнером музыкантом вдруг есть что-то такое чтобы ты хотел сказать ну блин опять таки не открою америку но но наверное больше слушать вот серьезно очень много вещей получается экспериментально случайно да то есть смотреть много туториалов много повторять много слушать много разбирать иногда реально полезно тупо провести сессию слушай эффекта взять серым и реально послушать каждый эффект серому что он делает как звучат фильтры такие моменты находятся нестандартные решения для примитивания той или иной фичи да вот ну безусловно тут как бы с этим сложно поспорить в общем нужно прощаться кирилл в общем увидимся я думаю буквально скоро при выпуске твоего пока как минимум пообсуждаем все друзья всем пока счастливо увидимся спасибо 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 Продолжение следует...